здравствуйте дамы и господа с вами я зовут меня глеб кодовый ник фаник играя за команду натус вунсус более точнее navi и я говорю я очень сильно горю и у меня есть что вам рассказать почему я горю на это есть причины а вроде бы нет так вот начнем самого начала пожалуй наш bootcamp если его можно таковым назвать он начался еще до дака это было как бы в онлайне мы там чет собрались и решили шоут надо играть там три ляма ой-ой-ой star ladder еще могут пригласить то есть такие перспективы сидела но вроде собрались играли все нормально на star ladder мы не вообще не ожидали то есть мы узнали там за день где-то что мы поедем ну и как-то попытались максимально подготовиться насколько могли но результат как бы был виден мы проиграли команде ему пи феникс в плей-оффе но это не причина нашей там плохой подготовки это причина наших личных так сказать не разногласий а больше загоны я бы это назвал то есть там кто-то то есть мы там проиграли empire там кто-то начал там друг не кто-то начал сами там начали там люди как-то все закрываться у такое но обидно проигрывать то есть не должны были там тем же самым мвп хотя бы отлетать ну минус мораль такая одним словом началась так вот на bootcamp то есть оставим star ladder проиграли но проиграли то есть это для нас особого значения не имело хотя все равно было обидно так вот продолжим наш интересный рассказ собственно bootcamp bootcamp был очень веселый он планировался быть 7 дней но почему-то он превратился в 4 но это были и внешние причины ну и наши ну хотя внешние были больше виноваты чем как бы наши на самом-то деле но не суть это наше личное делает как уже получилось неважно то есть такое бывает и к этому надо быть готовым и уметь это преодолеть так вот bootcamp у нас был четыре дня и то что вы там видели вот это вот ход вот эти котел рубик джаггернаут там аксы вот это и тому подобные герои это все то что мы успели ну тем чем мы выигрывали по сути это то что мы успели за bootcamp оттренировать потому что у нас просто больше не было физически времени развалил кабину дэнди мужа мне это нравится мне это поднимает мораль сейчас будем рассказывать дальше так вот на чем да мы остались на bootcamp вот bootcamp был очень веселый сказать что он был продуктивный можно но то есть он был продуктивен настолько насколько возможно по данному промежутку времени которые нам дали который у нас был вот мы приехали на дак мы были готовы рвать метать в клочья собственно так и получилось довольно таки уверенно выступили на квалификациях порвали тех порвали тех ну и естественно на нашу игра с минером сейчас вам объясню что да как ваши горения и так далее это все конечно прекрасно но вы сами должны думать своей башкой когда вы ставите свои ставочки свои деньги и так далее это ваше личное дело вас это делать никто не заставляет и винить в команду в том что она решила потестить свою стратегию это тоже ваше дело то есть все ваши горения на них совершенно мне отлично вообще пофиг потому что ну вы сами ставите вы сами понимаете что вы берете риск это ваше личное дело то что я решил потестить стратегию и вы думаете что я вас не уважаю при этом это полный бред вы можете думать сколько хотите настоящие как бы люди там от этой игры конечно мало удовольствия было но фан где-то все равно был то есть она такая получилась фановая то есть настоящие фанаты так сказать те кто следует следят они получат просто удовольствие и как бы ну типа даже там если они что-то ставили проиграли погорят и перестанут ну грубо говоря вы те кто просто glory как их называют последнее время да там glory хейтеры вот эти вот не до фанаты так сказать они будут гореть они будут гореть всегда и независимо от того как выиграешь ты проиграешь когда-то выиграешь если они будут гореть потому что арарочки то не горят и денежки а когда проигрываю что там уже начинаются проблемы но не суть это такое небольшое отступление продолжим дальше по теме что сказать вообще по организации турнира это полный по-другому это не назовет а просто взрыв мозги три миллиона вы чуть нормальные вообще у вас башка работает у вас еще логика есть у вас что-нибудь вашей башке есть кроме денег деньги есть ума не надо так сказать сняли отель там поставили такие условия там нормальные компьютеры да круто был play ну элементарно даже нету нормальных стульев там отельные стулья в скатерти там везде скатерть на столах то есть ты ставишь свой ковер и тебя такие бугорки которые просто тебе не дают нормально даже мышку водить но это не проблема это фиксится но это фиксится так сказать где-то с трудом кого-то это реально может напрягать кого-то это вообще может не напрягать но как понимаете дотеры такие существа не то что зажатые но каждому нужен свой комфорт чтобы показать максимально свою хорошую игру то есть это нормально это люди имеют право такое требовать и поэтому это первое такое отступление начнем дальше то есть продолжим сейчас я вспомню что там еще веселого такого было а да вот постоянно обновляющиеся компьютеры то есть ты заходишь те опять все подобное надо настраивать но это тоже такое но как бы они там себя там вписывают valve и поштовал здесь причастный так данного вообще никакого не имеют отношения вот как я вижу может они там решили что-то по тесте там систему турнира или посмотреть как это происходит но это все такой бред бредятина я горю горю как елка новогодняя вот просто так вот продолжим вышел я значит в стоп-8 в группе даже вот стоп-6 и что вы что вы думаете я падаю в сетку лозеров вот я проиграл да это я как бы на фейлил я не там не должен был проигрывать но как бы от этого никто не застрахован извините я проиграл я упал я должен играть best of 1 в рулетку с командой которая вышла там с 9 кого-то там 12 место то есть по сути дается им шанс на камбэк а мои как бы права при этом типа докажи что ты вот и ты вышел 108 докажи что ты имеешь правду это бред это рулетка это вообще взрыв мозга такого не должно быть это полный идиотизм когда команда выходит 108 группы она должна быть уже в топ-8 она этого заслужила черт подери ничего уже доказывать не надо ты уже все в группе доказал то есть это не какая-то там моя отмазка потому что я проиграл мне вообще пофиг что я проиграл поверь мне пофиг не что я расстроился но я иду дальше так сказать я самаевством не занимаюсь и тому подобными вещами то есть у меня до накопилось реально за этот турнир и было миллион всяких ситуаций там даже поначалу делаю тоже отступление с тем же самым skype там там тебе говорят вы не можете вязать skype а почему потому что на интернешнале там ну не юзали связь на интернешнале был мам был собственным сервером а что в натуре лол и вот такая как бы реакция по киде и везде то есть на 50 процентов твоих вопросов это просто цирк одним словом то есть три миллиона долларов и при этом такая организация такие фейлы такие косяки возможно это в китае нормально но извините это не нормально далеко так вот продолжим а мы становились на насосе вот насосали мы аж тем да там я фигово где-то сыграл там сашка где-то сыграл короче все хреново сыграли нас просто ну не впервые реально там не пошла игра такое бывает и такое может быть с каждым мы если бы это было best of три вероятнее всего как бы произошло мы бы собрались сделали ошибки сделали ли потом по 20 минут две игры и все и как бы ребята поехали бы отдыхать своем китае вот я вам честно говорю как бы было ну так возможно бы и не было но я уверен чтобы так было то есть я ставил там даже 80 процентов зайду в топ-8 или сколько там 70 такого не произошло ну тоже бывает очень много произошло бывает на этом турнире ну и от этого я горюй и турнир сам по себе не на три миллиона явно здесь тремя миллионами не пахнет вообще в плане организации плане самой системы турнира в плане того как все вообще происходило это просто какой-то стыд и срам по-другому это назвать нельзя но я не виню как бы организаторов ну шоу получилось то то есть наш проигрыш с этим никак не связан он связан с их идиотской системой best of 1 давайте поиграем рулетку в лузерах ну как бы на интернете тоже есть что-то подобное когда ты там падаешь лузера и тоже играешь в рулетку это вот этого ты не знает а просто люди неправильно воспринимают как-то форматы турнира то есть они не понимают что это рулетка что best of 3 там ты проиграл там тени повезло у тебя есть шанс отыграться а здесь как бы все у тебя шанса нет ты едешь домой даже если ты там достоин большего места образно говоря в принципе это все что я могу сказать по нашему выступлению выступали мы первое время хорошо а потом потом вот реально вот этот луз аж это он не не должно его было быть это все долбанное best of 1 вот все что можно сказать так бы мы возможно даже прошли дальше по групповой стадии и так было видно что вы драли с топовыми командами спокойно мы могли их обыгрывать при этом то есть там первый день мы у нас тильт пошел 03 потом вы сами видели то есть мы начали выигрывать какие-то нормальные коллективы тех же самых егэ мы обыграли в групповой стадии но опять же эта рулетка и то есть ну вот они нам показали что одета они сильнее хотя по игре чувствовалось что они недалеко не сильнее то есть это где-то уже там наши командные так сказать фейлы в принципе все так что можно подвести итоги насосали насосали будем стараться не насасывать но опять же мы от этого не застрахованы и обещать вам светлое будущее я не буду потому что я вообще не знаю что будет дальше ну и только организация турнира полная жопа как я уже сказал выступили мы неплохо ну не не подфартила нам в этой сетке лузеров ну и китай китая вообще ненавижу я сюда возвращаться больше не хочу это долбанное место где ты умираешь где нет еды где воздух плохой где все плохо то есть я не виню тут всех как бы за это то это реально то место которое меня раздражает в которой я не хочу возвращаться в которой я бы вернулся только по делу там примеру мне надо будет поехать на international и то есть там две недели будут кем по реально за полезные здесь потому что это такие условия они они закаляют тебя они очень сильно тебя закаляют эти условия и это работает идет тебе на пользу вот только ради этого я бы сюда возвращался но и ехать играть здесь турнир это не то все таки только ради того чтобы поиграть опять же с азиатскими командами ну и все принципе что сказать больше так-то нечего а вот по поводу виктора господин виктор у меня к тебе обращение ты горишь горишь как-то очень некрасиво вот это твои типа выражения там ciss dota и shit и так далее ну чувак ты там как бы кричишь ты поддерживаешь ты там гло ну не глоришь как-то там поддерживаешь команды так поддержу черт подери не пиши говно в нашу сторону зачем ты это делаешь ты как бы провоцируешь людей потом опять же тоже то же самое делать на нас я думаю тебе много людей это говорили и ты это возможно понимаешь возможно понимаешь я не знаю ну просто тебе человеческая просьба перестань писать говно в нашу сторону даже если мы проигрываем даже мыслим и сосем полгода это наши не то что наше личное дело тут так получается не идет что-то где-то проблемы где-то их не решают где-то решают это все такой процесс сложный формирование команды и формирование чемпионской команды это все реально очень сложно поэтому если хочешь гореть как-то делай это по-другому и все чисто человеческая к тебе просьба спасибо что тем ребятам которые нас поддерживали те которые писали хорошие слова в нашу сторону это очень важно в какой-то мере для нас мы там не думайте что мы незачем не следим там не читаем соцсети все это где-то прочитывается следиться ну и как бы уже такое даже выработалось что ли отношение большинству людей то есть понимаешь что все глоры и настоящих фанатов их небольшое количество поэтому я обращаюсь именно к тем людям которые нас поддерживают которые нас верят ребята грядут перемены я не в плане состава а грядут в плане состава даже не знаю это уже как мы приедем и решим там ничего не понятно то есть все расстроены и так далее это все есть там от дисбанда так сказать никто не застрахован но это вряд ли будет это наиболь наименее возможный исход так сказать ну и все ребята мы будем стараться для вас болейте поддерживать это для нас важно главное чтобы это знали и мы это знаем всем спасибо всем пока